Самарские штрафстоянки оказались под колпаком у общественников. Активисты Общероссийского народного фронта проверяют, какие санитарные условия предоставляют эти предприятия автовладельцам, которые приходят забирать свои машины. Алексей Панин забрал свой автомобиль со штрафстоянки за 15 минут. Очереди не было. Повезло, радуется автолюбитель. За это время успел заметить изменения, которые произошли в этой фирме. Еще совсем недавно здесь было не так комфортно. В прошлый раз мне машину лет пять назад забирали, и это был кошмар. То есть я где-то час ждал. Активисты Общероссийского народного фронта проверяют, созданы ли комфортные условия для водителей на городских штрафстоянках. Автолюбители пожаловались в интернете, что часами и в жару, и в мороз дожидаются возврата машин. Туалеты, умывальники, контейнеры с питьевой водой, зала ожидания или отсутствуют, или находятся в аварийном состоянии. По мнению общественников, бизнесмены обязаны соблюдать санитарные нормы и создавать комфортные условия ожидания для клиентов. К сожалению, мы в ходе проведения рейда сегодня увидели, что многие вещи были сделаны только из-за того, что люди за неделю знали, что к ним придут с проверкой. И это удручает. Директор штрафстоянки рядом со стадионом «Динамо» признается, нарушений хватает, но он готов их устранить. Умывальник появится в ближайшее время, так же, как и второй туалет. Вагончик ожиданий отремонтировали и оборудовали кондиционером и кулером недавно. Электронная система оплаты услуги эвакуации машин и штраф за неправильную парковку работают, как швейцарские часы. Со своей стороны все, какие есть у них замечания, поправки, мы серьезно к этому отнесемся, все исправим, ну и, соответственно, если все это в рамках закона. После проверки шести городских штрафстоянок активисты ОНФ собираются с докладом в прокуратуру и Роспотребнадзор. Затем пойдут в ГИБДД и главе Самары добиваться, чтобы коммерческие штрафстоянки стали муниципальными. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.